совсем недавно благодаря своим подписчикам я выиграл на конкурсе от тойоты гироскутер и двумя ногами погряз в светлом будущем сегодня на кону приз несоизмеримо больше это электромобиль bmw i3 и если я соберу 100 тысяч лайков на этом видео то компания в это бавария обязательно подарит мне этот автомобиль конечно же я вас обманываю на самом деле программа две лошадиные силы приступает к жесточайшим тестам современных электромобилей начинаем мы с bmw i3 вы узнаете о нем всю правду и попробуйте только не поставить не лайк сегодня прекрасное зимнее утро для того чтобы покататься на квадробайках или снегоходах но у меня к сожалению для вас есть только электромобиль bmw i3 на котором мы попробуем добраться из Киева до Одессы а это кстати говоря практически пятьсот километров оставайтесь с нами будет интересно даже в солнечную летнюю погоду наша затея доехать на электромобиле до Одессы выглядела бы весьма рискованной а зимой это похоже на настоящую авантюру особенно если учесть что максимальный пробег bmw i3 второго покорения составляет 300 километров но это в Калифорнии при идеальных дорогах и температурах нас же ждет настоящее испытание особенно если учесть мой предыдущий опыт тестов электромобилей в которых заряд батареи зимой сокращался со 160 до драматических 70 километров пробега на одном заряде если i3 обловинится до таких же показателей мы просто не доберемся до намеченных по дороге зарядных станций на улице десять утра и десять градусов мороза ночью было минус семнадцать и я специально попросил чтобы электромобиль bmw i3 эту ночь провел на улице зачем сегодня мы постараемся понять насколько минусовая температура влияет на заряд батарей понятно что негативно главный вопрос каков масштаб разрушений но прежде чем приступить к практическим экспериментам давайте вспомним заявленные характеристики bmw i3 второго поколения из паспортных данных мы знаем что автомобиль получил новую литий-юлую, батарею емкость которой по сравнению с первым поколением была увеличена с двадцати двух до тридцати трех киловатт-часов при этом батарея сохранила те же размеры и полностью подходит к первому поколению bmw i3 что несказанно радует владельцев получивших возможность увеличить пробег своего любимца до трехсот километров на одном заряде всего триста воскликнет искушенный автолюбитель но ведь тесла давно проезжает больше правда она практически в два раза дороже тому же по исследованиям специалистов bmw средний пробег в день на автомобиле в городе составляет 50 километров таким образом запаса ходов триста хватает i3 почти на неделю так что в бмв похоже точно знает что делают предлагая именно такой пробег а особенно унифицированный размер батареи который не заставляет покупать новый автомобиль а предлагает просто заменить старую батарею или только изношенные ячейки кстати о шинах компания bridgestone специально для немецкого электромобиля разработала уникальную смесь и рисунок протектора а бмв позаботилась о аэродинамике литых дисков ну что первая хорошая новость заключается в том что я помещаюсь бмв i3 вторая новость не менее приятная в отличие от дизельного автомобиля электромобиль заводится при любой температуре а самое приятное заключается в том что сейчас я сижу разговариваю с вами а печка в автомобиле уже работает потому что мне не нужно ждать когда нагреется мотор и это очень хорошо а теперь мы смотрим на прогноз нашей кассандры нашего бортового компьютера и так в режиме комфорт нам гарантировано сто девять километров пробега в режиме эко про сто двадцать восемь а в режиме эко про плюс сто шестьдесят восемь вот так примерно влияет минусовая погода на батарею бмв i3 сейчас мы поедем в гору я включу режим обогрева не эко а просто комфортный режим и к этому всему прибавлю подогрев сидений они здесь кстати есть а вот электроприводов сидений нету потому что вся эта электроника и привода весят изрядно а для электромобиля каждый килограмм это критично итак мы включили сейчас климат-контроль для того чтобы окончательно не заиндивить в автомобиле и включили подогрев сидений для водителя то есть для меня любимого расход наш тут же уменьшился то есть прогноз теперь составляет сто девять километров пробега естественно к этому тесту мы готовились поэтому получили рекомендации от специалистов что нужно сделать для того чтобы получить максимальный пробег при не идеальных условиях для этого нужно включить режим эко про плюс он самый дискомфортный но точно увеличивает пробег иногда конечно придется переключаться в режим эко про который позволяет пользоваться климат-контролем и подогревом сидений и вот только что автомобиль изменил свои прогнозы и мы снова вернулись к магической цифре сто семьдесят сто семьдесят один километр по расходу энергии но дело не только в режимах езды на наш рынок i3 поставляется с тепловым насосом который помогает не только климат-контролю но и увеличивает кпд работы батареи зимой в i3 также предусмотрена функция предварительного обогрева салона и батареи а летом соответственно охлаждение для удобства пользователя существует таймер обогрева который в заданное время может подготовить салон и батарею при этом используя внешнюю сеть собственно климат-контроль занимает второе место по потреблению электроэнергии после езды а весь алгоритм эксплуатации электромобиля очень похож на работу вашего смартфона в режиме ожидания одна история но если включить вай фай и bluetooth и загрузить процессоры все уже выглядит совсем по-другому и вы даже знаете как кстати работа фар омывателей дворников мультимедийной системы и подогрева сидений происходит от 12 вольт таким образом их потребление ничтожно мало и легко компенсируется рекуперации энергии при торможении впрочем когда мы обвиняем климат-контроль в чрезмерном потреблении энергии даже он не сможет сравниться с манерой езды водителя который иногда не учитывает специфику эксплуатации электромобиля по городу мы проехали около 10 километров и к моему удивлению самым большим пессимистом оказался бортовой компьютер который на старте обещал нам 168 километров пробега а на финише 170 что означает сразу несколько вещей режим эко про плюс действительно максимально эффективен компьютер прогнозирует самый худший сценарий и что бмв ай-три готов к дальнему путешествию пока вы разбирались нюансах экономичной езды я на бмв ай-три стремительно ворвался в белую церковь шестьдесят девять километров до белой церкви мы преодолели приблизительно за сорок пять пятьдесят минут никто не скажет что это было очень быстро но это было стабильно приятный бонус от бортового компьютера заключается в том что когда мы выезжали пробега у нас было на сто пятьдесят семь километров а теперь на сто шестьдесят два это говорит о том что реально при такой погоде и спокойной манере езды мы проедем около двухсот двадцати километров по крайней мере такой у нас план сейчас пятнадцать минут перерыв прогреваем батарею от обычной розетки такое себе плацебо и двигаемся дальше на Одессу наша следующая остановка Умань где на АЗС есть зарядное устройство но для этого нужно преодолеть сто двадцать пять километров заснеженного асфальтового бездорожья когда мы выезжали я подозревал что Одесская трасса не в самом лучшем состоянии так оно и есть а у нас при этом тюнинговые дизайнерские колеса которые сделаны для того чтобы этот автомобиль на одном заряде мог проезжать максимальное количество километров это значит что диски легкие и я даже думал что хрупкие тем не менее вот эти вот самые диски совместно с подвеской выглядят очень энергоемко сама подвеска очень хорошо отрабатывает колдобины честно говоря я даже не ожидал что касается управляемости автомобиля ну вы знаете проблески бмв здесь тоже есть если вы никогда не ездили на электромобиле а уж тем более на бмв айтри вы должны знать о том что такого понятия как накат в этом автомобиле не существует вы либо разгоняетесь либо поддерживаете среднюю скорость автомобиль мгновенно начинает вытормаживаться и рекуперировать энергию для заряда батарей конечно какое-то время это вас начинает раздражать но когда вы понимаете что вы экономите пробег а также экономите тормозные колодки которые в этом автомобиле могут проходить от шестидесяти до ста тысяч километров ну что ж это не самая большая цена за то что вы получаете но на самом деле я не совсем прав удерживая педаль акселератора в одном положении вы такие получите холостой ход почему так немцы считают что если вы убрали ногу с педали газа то просто-напросто планируете тормозить а значит можно включить рекуперацию энергии второй вариант получения холостого хода использование круиз-контроля или системы частичного автопилота гумани наш дала зарядная станция в 7 и 5 киловатт которая способна полностью зарядить нашу батарею за три с половиной часа но так много и долго нам не нужно хватило 45-минутного кофе-брейка за время которого мы получили заряд еще на 70 80 километров до одессы по-прежнему остается около двухсот восьмидесяти километров но у нас по-прежнему есть план самое главное соблюдать скоростной лимит и не обращать внимание на автомобили которые реактивными снарядами проносятся мимо тебя но не нужно недооценивать электрические технологии смысле скорости или динамического ускорения на самом деле это абсолютно не ущербное авто именно для этого собственно мы сегодня и пригласили на наш тест реальный автомобиль года 2017 в украине естественно это бмв 325 на литовских номерах в детстве я очень ее любил и и и Субтитры сделал DimaTorzok Естественно, это BMW 325 на литовских номерах. В детстве я очень ее любил. Все, что вы только что услышали и правда и неправда одновременно. Да, перед вами поддержанный, но культовый BMW в кузове E36. У него приличный 2,5 литровый мотор, мощностью 192 лошадиные силы и крутящим моментом в 244 ньютона. К тому же за рулем этого автомобиля находится профессиональный гонщик. А сам автомобиль максимально облегчен и работает не только инструкторским, но иногда принимает участие в соревнованиях. Справится ли с ним электрический BMW i3? Особенно, если за руль мы посадим девушку-блогера, которая хорошо знает, как отличить фейк от оригинала, но ездит, как хорошо замаскированная блондинка. Все это очень хорошие вопросы. Особенно, если учесть, что в реальности BMW i3 разгоняется до сотни за 7,2 секунды, а 402 метра преодолевает за 15,6. В принципе, это означает, что этот совсем не похожий на спорткар автомобиль легко может соревноваться с такими внешне непобедимыми для него автомобилями, как Mercedes A-класса хэтчбэк 220 Firmatic, 2-литровый C-класс купе или, например, Audi A3 Sportback с турбомотором 1,8 литра и Audi A4 лимузин с 2-литровым мотором TFSI. Все эти крутые тачки даже на бумаге не быстрее, чем электричка BMW i3. Возможно, вы будете удивлены, но для электромобиля отличные динамические характеристики скорее правило, чем исключение. Имея достаточно скромные 250 ньютонов крутящего момента, i3 обладает важным конкурентным преимуществом над двигателем внутреннего сгорания. Весь этот момент ей доступен в то же самое мгновение, как автомобиль тронулся с места. А теперь добавьте к этому сверхлегкий карбоновый кузов i3, который без труда поднимут двое мужчин и даже две женщины. При этом он прочнее стали и обладает абсолютной коррозионной стойкостью. Эту технологию BMW позаимствовала из Формулы 1. Если где-то на трассе или в городе вы увидите мирно ползущий в среднем ряду i3, лучше бы вам с ним не связываться. А то может получиться приблизительно вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что касается динамических ускорений, которые нужны для города, то со старта и до 60-80 км в час i3 способна на равных бороться даже с мощными спортивными авто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что неудивительно, ведь до 60 км в час i3 разгоняется за 3,5 секунды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, я едва не забыл рассказать вам об очень удобной и полезной опции, которая есть в BMW i3. Называется она автоматическая парковка. Необходима ли такая опция потребителю? Что ж, давайте протестируем автоматическую парковку на нашем подопытном фэшн-блогере Ириске. Но сначала она продемонстрирует свой личный уровень парковочного мастерства. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что-то от нее очень близко стоят, нет? А может тут изначально подстава в том, что там нельзя? Нет, там можно будет. Можно, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Притыкнули. Или что-то... Нет, все можно, все можно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, еще раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не вижу, что там. Давай, давай, давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не, 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 я тебе скажу, как раз. Да? Ну смотри, потому что в упор уже не взятки. Еще, еще, еще. Еще, не бойся. Все, красный. Еще чуть-чуть. Еще, не бойся. Еще. Еще, 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 не бойся. У тебя желтое еще. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Чуть-чуть. Жесть. Это было подступно. Не, ну я бы так не парковалась, конечно. Ну, нафиг. Что ж, а теперь мы доверим всю работу электронике BMW i3. Подними просто руки вверх и ничего не... Отпусти тормоз. Отпусти тормоз. И ничего не трогай. Вообще ничего не трогай. А если экстренное что-то... Ничего не трогай. У тебя там есть рычаг. Классно. Это нормально девушек так снимать на таком автомобиле. Конечно, для того, чтобы максимально экономить, вам нужно использовать режим эко-про плюс. Все будет выглядеть не так драматично. Это обычный маскарад. Но, конечно же, автомобиль постарается включать и выключать климат-контроль для поддержания жизни на планете BMW i3, но в разумных пределах. В анабиоз вы не впадете, но на Африку это тоже похоже, не будет. Тем не менее, три режима внутри BMW я готов визуализировать следующим образом. Режим эко-про плюс. Прохладно, но терпимо. Режим эко-про. Комфортно, но тревожно. Режим комфорт. Тепло и весело. Но страшно, что не доедем. Сам же алгоритм езды проходит под лозунгом терпение и только терпение. На газ дуем, держим среднюю скорость и молимся на попутный ветер. Впрочем, как звучит древняя электромобильная поговорка, тише едешь, дальше будешь. Наша следующая остановка самая важная из всех на пути из Киева в Одессу и наоборот. Где-то уже совсем близко, под кривым озером, нас ждет суперчарджер. Мощное зарядное устройство, которое легко зарядит батарею i3 до 80% всего за 45 минут. Этого точно будет достаточно, чтобы доехать до Одессы. И оно нас дождалось. Правда, в этот раз зарядка не бесплатная. Один киловатт стоит 5 гривен, а заряд до 80% 130 гривен. Что крайне недорого, если учесть, что само зарядное стоит несколько десятков тысяч евро. Все, следующая остановка – город-герой Одесса. Отрезок тоже немалый, но BMW i3 демонстрирует изрядную живучесть. И я начинаю уже не просто внимательно ехать, но и всматриваться в детали. Объяснение, почему в салоне премиального BMW нет кожи NAPA, вставок из алюминия и карельской березы под лаком, заключается в том, что экологичность каждой детали и есть признаком премиальности немецкого электромобиля. Именно поэтому торпеды и карты дверей сделаны из прессованных волокон кенава, травянистого растения семейства коноплевых. Его по-прежнему нельзя курить, но он на 100% экологичен и обладает лучшей термо- и шумоизоляцией в сравнении с традиционными материалами отделки. Обивка сидений – овечья шерсть, которая не только экологична, но и уменьшает расход энергии на обогрев или охлаждение салона. Да, вы также можете заказать себе кожаный салон, при изготовлении которого используются не химикаты, а оливковые масла. Я никого не хочу пугать, но даже сейчас понимаю, что у нас осталось пробега 105 километров, и это означает, что разницу в 10 километров мы должны покрыть при помощи каких-то ноу-хау. Плава богу, они у нас есть. Хочу сказать, что мой план выглядит как минимум не менее экологичнее и технологичнее BMW i3. Я также использую электротягу и суперсовременные девайсы. Кстати, благодаря инициативным бизнесменам в Украине уже установлено около 500 зарядных устройств. Теоретически это означает, что с зарядными в стране уже нет проблем. А практически мы должны понимать, что расположены они неравномерно и имеют разные типы разъемов. 60% поддерживают европейский, 40% американский. Бесплатный совет. Вы всегда можете воспользоваться приложением в вашем телефоне, которое поможет спланировать оптимальные остановки для подзаряда. Так что риск по-прежнему остается, но уже выглядит оправданным. К тому же, по заверению импортера компании АВТ Бавария, всем владельцам официальных BMW i3 предоставляется бесплатная услуга помощи в дороге. Итак, за время путешествия мы преодолели около 450 километров. Средняя скорость составила 86 километров в час. Но не в этом суть. Наше путешествие наглядно доказывает, что BMW i3 – один из немногих электромобилей, который выходит за рамки обычного сетикара. Его ареал обитания из городского расширяется до масштабов даже такой большой страны, как Украина. Очевидно, что стартовая цена на BMW i3 не для всех выглядит оптимально. Но по расчетам производителя, после 100 тысяч километров пробега на автомобиле с ДВС и электромобиле, содержание последнего обходится в 10 раз дешевле. Здесь, пожалуй, вам стоит попробовать пересчитать самому. Пожалуй, впервые в истории Украины электромобиль BMW i3 добрался из Киева в Одессу самостоятельно. Не на автовозе, а на чистой электротяге. На все это путешествие у меня ушло 7 часов. Два раза останавливались на подзарядку. В целом, я считаю, что это очень неплохой опыт, который демонстрирует, что электромобили становятся все более практичными. И однажды, или даже очень скоро, они точно победят двигатели внутреннего сгорания.